Я верой в Бога восхищался, своей жизнью наслаждался, да, по учению фарисеев. И Богом избраны евреи. Своей верой я гордился, а что, неделю, два раза постился, все десятины Богу приносил, и фарисейством очень дорожил. Я не убийца, не грабитель, законно Божий воценитель. Не мэтр я, спасибо Боже. И отношусь намного строже. Я знал всю Тору Моисея, сомнений в вере не имея, старался жить, как Бог учил. И с такими же, как я, дружил. Ходил, конечно, всю ногу, и думал, что служу я Богу, но потерпел крушение веры. Я покажу вам на примере. Я говорил, что чтил закон, меня одержал на страже он. Закон был во главе угла, казалось, мир на жизнь стекла, а вот родители не так служили. Казалось, не тому учили, общались с теми, кто закон не чтил, а я с такими не дружил. Одна соседка, помню, что болела, богатства много не имела, врачам все деньги отдала, а облегчения не нашла. Родители к ней часто заходили, похоже, что давно дружили, болела женщина 12 лет, а облегчения в теле нет и нет. Узнал случайно про ее недуг. О, родителям она теперь не друг. Закон гласит, что нечиста она. Пусть разбирается с проблемой сама. Родителям я запрещил общаться с нею. Такое право я имею, нам, фарисеям, власть до дна. Вот ее исполни я полна. На улицу ходить соседке запретил. Закон нас этому учил. Ты нечиста, проблема ваша. А вот следить за вами дело наше. Родители тайком ей помогали. По доброте душевной поступали. Я им говорил, что вы нечисты тоже, и с вами поступать мы будем строже. Всем объявил войну, кто с ней общался. В законе веры утверждался. Сказать вам честно, да нравилось мне это. А тут пророк пришел до Назарета. А, все говорят, он исцеляет и даже мертвых воскрешает. Как сказки эти надоели. Они не достигали нужной цели. И вот однажды грянул гром. Пророк пришел в соседский дом. Собрались люди, чтобы его послушать. А мне после поста надо покушать. Ну, а не помню, как в толпе я очутился. Между домами, помню, притаился. Знакомо было. Все на улицах Дадыр. Смотрю, идет начальник синагоги Иаир. Он подошел к пророку и сказал, ты знаешь, мне дуб бросил дочку в жар. Не мог бы ты со мной сходить и дочку от болезни исцелить? Я слушал этот разговор. Ты, Иаир, пришел как вор. Зачем ты к самозванцу обратился? Чтоб он за дочку помолился? Как мог? Мысль допустил. Начальник синагоги. Известный Иаир, с тебя мы спросим, призовем к ответу. Забыть ты должен эту встречу. Пока все мысли эти в голове крутил, внимание на женщину в толпе я обратил. Она немножко выделяла, сказала, что людей боялась. О, Боже, я ее узнал. Меня чуть не хватил удар. Так это та, которая болела. Ну как оказаться здесь посмело? Я запретил из дома выходить. Надо ей за телом следить. А тут она, среди людей, и прикасаются все к ней. Я книгу Моисея знал, Левит. Закон такой делать не велит. Не можешь здесь ты находиться. Должна до дома возвратиться. Я ей кричал. Хотел остановить. Не можешь здесь ты с нами быть. Но я не смог толпу перекричать. Мне оставалось молча наблюдать. Смотрю в толпу. Не понимаю я. Приходят к Иаиру все друзья и говорят. Слышь, не утруждай людей. Нет больше доченьки твоей. Я эту новость мимо пропустил. А Иисус с Иаиром говорил. И он сказал, не бойся. Только веруй. По жизни ты за Богом следуй. Я слушал, в голове крутил слова, которые Иисусе говорил. И вижу, женщина прокралась. Хватит за Иисуса. И так мне показалось. Она нарушила божественный закон. Прогнать ее должны всем он. Пророк теперь нечистым стал. Но я только так все понимал. А он сказал, а кто прикоснулся? А ко мне лицом он повернулся. Хотел на женщину ее оказать. Кто здесь нечист, он должен знать. А женщина не стала отпираться и от вопросов укрываться. Все рассказала, как страдала и что теперь здесь нею стала. Да, я болела много лет. А денег на лечение уже нет. Врачам все деньги отдала. Облегчения не нашла. Поверила. Тебя, Иисус, коснусь, то сразу от болезни исцелюсь. Иисус сказал, отщерь, дерзай. На веру в Бога уповай. За то, что верила, грехи прощаю. И от болезни исцеляю. Ты что, Иисус, здесь позволяешь? Куда больную отпускаешь? Закон нарушили вы оба. Сам чувствую. Приходит злоба. А толку? Она здоровой стала. Моя душа не понимала. Здоровая стала закону вопреки. Как мне понять? О, Боже, помоги. Кто ты такой, Иисус, что здесь прощаешь? Кто ты такой, что исцеляешь? Ты дочку Иаира даже воскресил. Но об этом я не говорил. Сижу разбитый. Нет желания верить. Кому здесь жизнь свою доверить? Всю жизнь законом дорожил. А чем закон мне отплатил? Постился. Десятины приносил. За женщиной двенадцать лет следил. А тут она законы нарушает и исцеление получает. А как он узнал, что кто-то прикоснулся? Вот, может, человек просто споткнулся. Но нет. Он точно знал, кого спросить. Не буду я душой кривить. Вокруг все рады. Женщина ликует, а мое сердце негодует. Я фарисей. И не понимаю это. Кто ты Иисус из Назарета? Решил я с женщиной поговорить и обо всем ее спросить. Однажды вечером к ней в двери постучал. И на вопрос, кто там, не отвечал. Она открыла дверь и улыбнулась. Ко мне уверенность вернулась. И тот душевный разговор дословно помню до сих пор. Она про веру говорила и почему меня простила. Прощение нужно было ей, чтоб лился радости ручей. Простая женщина учила фарисея. Я слушал. Возражения не имея. Она учила верить и любить. Прощать любила и в прощении жить. Прощай, пока еще живой. Ну прощай, не увлекайся ты борьбой. И не смотри на щепку в глазе брата. Пусть твоя жизнь пред Богом будет свята. Она мне говорила, нужно верить. Любовь Господню не измерит. Любовь Его ведь громче слова. Она мне повторяла это снова. По вере вашей будет вам. Такой совет тебе я дам. Вот не обращай внимания на слова людей. Ты к цели двигайся твоей. Не говори, о, такого не встречал. Бог раньше так не исцелял. Не ограничивай ты Бога. Путей для исцеления очень много. Поверь, что Иисус святой. Поверь это своей душой. Не может грешник дел таких творить. Нельзя такое говорить. Перечитай, пожалуйста, закон. В нем говорится, что Мессия Он. Он с Богом примирит людей своих и от греха омоет их. Закон, а буква может нас убить. А вера в Бога к жизни воскресить. Ведь вера это Божий дар. Хочу, чтобы этому ты менял. Иисус, вот истинный закон, который слышит каждый стон. И не проходит мимо Он нужды. Бог хочет, чтобы не было вражды. Ну, ты же знаешь. Я болела много лет. Вот потому нарушила запрет. Поверила к Иисусу. Прикоснусь. И сразу от болезни исцелюсь. Я слушал, затаив дыхание. А сердце разрывалось от рыдания. Закон исполнить я всю жизнь стремился. А искренне так никогда и не молился. Конечно, я Христу поверил. Конечно, свою жизнь Ему доверил. Конечно, я с соседкой примирился. И очень с нею подружился. Аминь. Спасибо. Спасибо.